Всем привет! Сегодня небольшой обзор такой симпатичной коробочки, в котором находится маршрутизатор Толтоника ROOT240. Мы его очень часто используем, он очень незаменим при работе с 3G и 4G сетями. И сегодня попытаемся вам немножко про него рассказать. Видно, что ребята любят природу и делают свои мануалы с переработанной бумаги в цитру и сырье. Здесь небольшая инструкция, сам маршрутизатор представляет собой небольшую коробочку с защитой IP30. Ее обязательно нужно устанавливать в какие-то водонепроницаемые и пыленепроницаемые боксы, обратите внимание. Блок питания, вход 100-240 вольт, 0,4 ампера, выход 9 вольт, 1 ампера. Патч-корд для первоначальной настройки. Здесь же идет, владельца мобильных телефонов, сразу догадается, что это такое, крепка для монтажа сим-карт. К маршрутизатору идет 3 антенны. 2 мобильные на диапазон 3G, 4G и антенна Wi-Fi. На самом маршрутизатору указан серийный номер, имей, мак-адрес и первоначальный сид и пароль к сиду. Что есть в этой маленькой металлической коробке, которую производят в Литве? Режимы связи маршрутизатора 3G, 4G, Wi-Fi. Два порта LAN и WAN. Но вы, в принципе, настройка всегда можете вместо WAN поставить порт LAN и подключать какие-то два своих устройства. Разъем для сим-карты. И разъем для блока питания. Блок питания, разъем не стандартный, не круглыш лицевой, а вот такой вот, чем-то похож на разъемы в материнской плате компьютеров. В этой коробочке есть все, что необходимо для настройки любой сети. И DHCP сервер, и QoS, и всевозможные WLANы, разные защиты, шифрования. Поэтому мы сейчас быстренько пройдемся по настройкам, но это такая штука, что настраивать можно ее бесконечно. Улучшать ее работу, настраивать какие-то режимы, придумывать что-то новое. Поэтому для нормальной работы с этим маршруизатором нужно хорошенько набить себе руку и попрактиковаться на нем. Кнопка сброса. Заводские настройки находятся здесь между антеннами. А здесь находится кнопка для того, чтобы вытащить сим-карту. По обзору все. Перейдем к настройкам. IP-адрес по умолчанию 192.168.1.1. Логин админ. Пароль админ 01. Пройдемся быстренько по настройкам. Сразу нам предлагают сменить пароль, потому что наш админ 01, он дефолтный, он легко взламываемый. Есть несколько вкладок. Статус, сеть, службы, система. Сейчас нам предлагают настроить временную зону, мобильную связь, LAN, Wi-Fi, RMS. Это все дело можно пропустить. И потом можно настроить более детально в каждой настройке отдельно. Итак, overview. Наша система, наш Wi-Fi, который по умолчанию включен. По логин, сид и пароль написан на наклейке к кому-то нашуризатору. Информация по мобильной связи, по WAN, по удаленному управлению и по событиям. В системе информация по Тултонике. Версия ядра, версия прошивки, использование памяти, вкладки Network. Также просто показана информация по всем нашим режимам работы мобильной. WAN, LAN. То есть, видите, такой небольшой графический интерфейс, который вам может помогать. Также wireless, VPN и прочее. Информация по самому устройству. Мак-адреса, e-mail, службы. Что включено, что выключено. Как видите, службы здесь, мы говорили уже, громадное количество. Всегда, когда будете настраивать этот коммутатор, отключайте ненужные. Настройки Network. Во-первых, мобильная настройка. Указывайте ваш APN, вставляйте SIM-карту. И настраивайте LTE или 4G. Ван, это наш входящий интернет. Мы настраиваем он то ли проводной, то ли беспроводный, то ли на мобильной сети. Дальше, в LAN мы можем настроить какой-то наш DSP-сервер, который будет раздавать уже адреса по Wi-Fi или по единственному порту LAN. Также, мы можем порт WAN сделать LAN-овским. То есть, у нас можно сделать компьютер с двумя LAN-овскими портами. Виртуальные порты. Настройка. Настройка Wi-Fi вашего. Вот наш существующий SID. Настройка Firewall. Здесь очень глубокие настройки. Вы можете все протоколы разрешать, отклонять. Вы можете прикидывать порты, как вам угодно. То есть, по умолчанию, такие порты у нас прокинуты. На планет, еще на HTTP, на HTTPS и тому подобное. Настроек. Тут у нас какие-то такие правила или переадресация. Вкладки с сервера. Мы уже не будем рассматривать. Веб-фильтр, NTP, VPN, DDNS. Всевозможные сервисы. И настройки системы. Наши мастер настройки. Профили. Там настройки администратора. Смотрите тоже. Всевозможные режимы. Прошивки, лицензии. В общем, рекомендуем данный маршрутизатор начинающим сетевикам. С помощью этого маршрутизатора вы можете научиться куче новых слов в сетевых терминах. И будете иметь понимание, что и как делать в разных режимах работы.